Эти карты реальности, они обязательны или произвольны? От чего зависит, кто в какую выступает? Вот, мы их так обозвали, да? На самом деле, просто это те ступени, через которые я прохожу, изучая этот мир. Это я просто, я благодарен тем, кто их так обозначил, карты реальности, на что это похоже. То есть, человек обязательно через них проходит, через все эти карты реальности? Да. То есть, не через сами карты реальности. Карты реальности – это просто вот я объясняю процесс, то есть, ребенку сначала необходимо узнать, чем я отличается от не я. На что похож этот процесс? Этот процесс похож на вот это, чтобы проводить аналогию. То есть, карта реальности – это схема местности. По этой местности мы все ее ползем и все ее изучаем. То есть, мы не говорим, что у меня вот такая схема, я говорю, что жизнь похожа на эту. Ребенок начинает соревноваться с другим не потому, что он понимает, что у него есть карта реальности соревнования. Ребенок попадается, или человек попадается на слабо не потому, что у него карта реальности соревнования, или карта реальности игра, а потому что ему процесс познания себя и процесс познания мира через слабо обязательно надо узнать, что ему слабо, что ему не слабо. То есть, познания собственного могущества и собственной немощи. Если он попадается на слабо, мы смотрим, в каких местах на что это похоже. Чтобы объяснить, опять же, будет человек работать так, так или так. Вот если я знаю, что сейчас все люди, которые соревнуются, то похоже, что те люди, которые застряли, они очень любят участвовать в соревнованиях. То есть, определенный, если по психологии сказать, паттерн поведения, где он существует. Вот в соревновательных процессах существует такой. И многие как застряли в соревнованиях, так и остались в соревнованиях спортсменами.